Всем добра, демоны! Всех главных персонажей в Little Hope мы рассмотрели, обсудили, но осталось еще несколько человек, крайне достойных нашего внимания. Больше всего меня заинтересовал судья Томас Вайман. Может потому, что он один в один как мой любимый персонаж из Дома Пепла, капрал морской пехоты Натан Мёрвин. А может потому, что он тупо порешил несколько человек в Little Hope. В наше время таких маньяками называют и пожизненные дают. А в конце 17 века уважаемый человек, судья. Знакомимся. Томас Вайман. Родился в 1643 году. Но тут сразу стоп. Это же откровенное вранье, если не сказать грубее. Посмотрите на это лицо. Азиат в чистом виде. Кто не согласен, пусть первым бросят в меня камень. Ну или дизлайк поставят. Но из истории, да хотя из той же википедии, можно узнать, что первые китайцы появились на территории США только спустя 200 лет. В середине 17 века англичане и испанцы настолько были заняты проблемами с индейцами, что китайцы в этой заварушке нахрен не вперлись. Китайцев стали завозить в Америку только в 1820 году для арабского использования при строительстве железных дорог. Ни о каком рождении, ни о каких государственных должностях маломальских, а уж тем более о должности судьи, не могло быть и речи. Наврали нам разработчики немножко. Единственное, что хоть как-то оправдывает незнание разработчиками истории, или их лень нарисовать другого персонажа, они свалили на Эндрю. Типа это его глюки, мы не при делах. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Ну да ладно, Мёрвин им судья. Эй, стирали вы ржете. Через какое-то время Томас женился на женщине по имени Мэри. Кто она такая и чем занималась, мы не узнаем. Единственный достоверный факт, умерла Мэри в 1699 году, за два года до смерти самого Ваймана, который скончался 30 июля 1701 года. Всю эту информацию можно узнать на местном кладбище. Нас же интересует промежуток между этими датами, в частности 1692 год, когда наш Томас служил судьей в городке Маленькие Надежды, штата Массачусетс и принимал живейшее участие в процессах над ведьмами. Хотя тут ему надо отдать должное. Как к судье, к Вайману вообще претензий нет. Он по чесноку пытается разобраться в сути дела. И если бы не был таким дебилом по жизни, то куча народа жила бы в Литл Хоуп еще долго и счастливо. Не повезло короче городку с судьей. Он еще и нервный какой-то. Ему все время кажется, что все хотят им воспользоваться и вообще бесятся своими просьбами. Сказано утопить. Какие тут еще могут быть разговоры? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени. Аргументы и доказательства для принятия решения смертной казни ему в общем-то не особо нужны. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Клянусь перед судом и всеми вами. Мне неведомо колдовство. Новая ложь. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом! Бедняжка словно одержима! Твоих рук дело! Это ложь, преподобный! По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду! Эми, коснись Мэри! Поглядим, что будет! Ежели я прав, твоя тла не исцелит ее от напасти! Что с ним? Они среди нас! Они среди нас! Нет! Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литтл Хоум? Молитесь же! Ибо дьявол ныне подли вас! Эти суды мне очень напоминают скетчем унити Пайтона. Мы нашли ведьму! Можно мы ее сожжем? Откуда вы знаете, что она ведьма? Она похожа! Давайте ее сюда! Никакая я не ведьма! Но ты одета как ведьма! Они меня так нарядили! Это правда? Да, мы приделали ей нос! Нос? И шляпу? Но она ведьма! Сжечь ее! Сжечь ее! Мэри! Тебя выведут на площадь и сожгут на костре, как еретичку и ведьму! Ты сгоришь в адском пламени! Но когда всех возможных жителей поубивали, Вайман уже вошел в раж и обратил внимание на пастора Карвера. А нефигу было соседей подставлять. Хотя вот лично у меня к Карверу тоже вопросики имеются. На что живет пастор? На пожертвования прихожан. То есть чем больше народа скинется, тем лучше. Ладно, хочется тебе кого-нибудь сжечь. Пропустил ты ночь на Иван Купала и всю эту движуху с прыжками через костры. Я понимаю, вопросов нет. Но зачем валить всех подряд? Кто тебе зарплату платить будет? Эти вопросы появились и у Томаса. Сначала он стал подозревать Карвера в излишней кровожадности. А потом кто-то нашептал ему, что пастор сатанист. То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Он даже своими переживаниями поделился с неким Самуэлем Ночетом. И даже попросил назначить специальную комиссию для расследования всей той ерунды, что они с пастором натворили год назад. Все это выглядит крайне подозрительно. Особенно, если вы пойдете по пути спасения девочки Мэри, последней выжившей в семье Милтонов. С помощью которой Карвер все и провернул, кстати. Энтони через Авраама попросит изучить Библию пастора. И судья найдет там сатанинские символы и пентаграммы. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Как способен слуга Божий сотворить такое? Пастора уведут помощники судьи. А судья Вайман целый год будет думать, что же делать со священником. Пока не решится написать это письмо. Надеюсь, что весь этот год судья применял Карверу допросы с пристрастием. А потом ему надоело. К Томасу Вайману вообще после прохождения игры осталось много вопросов. Например, почему его рабочий кабинет находится на территории местной текстильной фабрики? Типа так дешевле, но за него все равно платит государство. Короче, ничего не понятно, но очень интересно. И как всегда жаль, что очень мало информации нам дает игра про такого интересного человека. Да и вообще Томас Вайман это сон собаки, если вы понимаете о чем я. Какой ты пиздец. Ну, а на этом всем добра от меня, демоны. И увидимся в следующей истории. Субтитры сделал DimaTorzok